Невостребованные объекты или иногда даже здания-призраки, безусловно, не украшают наши населенные пункты. Наталья Владимировна, вот эта работа достаточно серьезная и на протяжении долгого количества лет для государства, как понимают, далеко не первостепенно возможность заработать? Для государства заработать это не цель. Государство ставит перед собой намного более значимые задачи. В первую очередь, это наведение порядка на земле, благоустройство наших населенных пунктов и, соответственно, чтобы такие, как вы говорите, здания-призраки не пугали окружающее наше население. Также целью государства является в работе с неиспользуемым имуществом эффективное его дальнейшее использование. То есть при продаже имущества мы что приобретаем? Это дополнительные источники дохода в бюджет, это новые рабочие места. Вы располагаете целой базой таких объектов, а вот интересно, как оценивается стартовая стоимость, с которой они идут на аукционы? На аукционные торги выставляются объекты недвижимости по оценочной стоимости. Оценочная стоимость – это та цена, по которой на сегодняшний день числится объект недвижимости в бухгалтерском учете организации баланса держателя. С учетом физического износа, с учетом всех переоценок и начислений и так далее. По тому фактическому состоянию, которое есть на сегодняшний день. Оценивается имущество бухгалтером предприятия, баланса держателя, но впоследствии, для того, чтобы оценка была достоверной, наши специалисты комитета обл. имущества проводят экспертизу достоверности оценки, либо специалисты гороисполкомов. Стоимость может варьироваться как в плюс, так и в минус. Вот интересно, до какой максимальной суммы доходили сделки? Вот один-два аукциона рекордсменов на вашей памяти. В последние годы это, скорее всего, стоимость не превышала 500 тысяч. За 350 тысяч белорусских рублей было продано здание по улице Тельмана, Белтомыш-сервиса. За 150 тысяч рублей было продано здание на улице Ландышева. 250 тысяч – это была окончательная цена продажи бывшего кинотеатра «Юбилейный». Что касается районов, то, скорее всего, в городе Речице была продана целая производственная площадка за 400 тысяч рублей. И таких объектов немало во всех населенных пунктах. Наталья Владимировна, а вот если говорить о продаже объекта за одну базовую величину, сейчас это 27 белорусских рублей. Это не рекламный ход? Нет, это не рекламный ход. Это предоставленная государством льгота. С 2007 года каждый желающий может приобрести объект недвижимости на аукционных торгах за базовую величину. Каков процент сделок заканчивается действительно продажей объекта за 27 белорусских рублей? В среднем за год мы продаем 50-70% всех объектов за базовую величину. Но необходимо понимать, что окончательная цена формируется в результате торгов. Если на конкретный объект заявилось больше одного претендента, то эта цена, начальная цена продажи может значительно увеличиться. Кто-то из зрителей уверен, скажет, о, целое здание за 27 рублей, почему бы не купить, по-моему, по силам каждому. Но вот здесь все-таки, отвечая на вопрос, как понимаю, нужно сказать еще и об обязательствах, которые берет на себя покупатель. Когда покупателю предоставляются льготы со стороны государства в виде продажи практически даром объекта недвижимости, то покупатель, я считаю, должен на себя взять тоже обязательства. Это обязательное условие, предусмотренное указом президента Республики Беларусь, осуществление предпринимательской деятельности покупателем. Как правило, срок осуществления предпринимательской деятельности составляет не более трех лет. В этот период времени покупатель не имеет права распоряжаться данным имуществом. И, конечно же, в случае невыполнения этого условия он несет штрафные санкции. Это достаточно серьезные суммы, потому что это составляет разницу между оценочной стоимостью объекта и ценой продажи. И в завершение, я знаю, что деятельность комитета госимущества в нашем регионе действительно в качестве примера применяется сегодня в масштабах страны. Мы одни из лучших, кто работает по вовлечению в повторный оборот неиспользуемых объектов. И все-таки таких зданий меньше не становится. С чем это связано? Ну, я бы хотела сказать, что все-таки таких зданий становится меньше. И если смотреть по площадям, я вам скажу не пару цифр и статистики, за 10 лет у нас уменьшилось процент неиспользуемого имущества в два раза. Он раньше составлял 5%, сейчас менее чем 2,5%. Объектов становится меньше, но объекты будут всегда. Ряд предприятий закрывается, реорганизовывается, присоединяется, слияние происходит предприятий. Поэтому объекты будут всегда, но с другой стороны, я считаю, это большой плюс для развития малого бизнеса. И такое подспорье со стороны государства в виде практически безвозмездного приобретения объектов недвижимости. И все-таки это не только здание под бизнес, но и под жилье. Вот чем вторичка с аукциона в плане приобретения жилья действительно выгодно отличается среди прочих вариантов? Да, действительно, мы продаем объекты недвижимости под жилье. В принципе, они востребованы. Мы продали за последних 7 лет более 140 объектов. Это примерно 15% всех проданных объектов. Что имеют покупатели, какие привилегии? В первую очередь, это цена. 27 рублей. За 27 рублей приобрести жилой дом. И вложив минимум средств для его ремонта, я думаю, что это шикарный подарок. Объекты, которые мы продаем, их практически можно и не реконструировать. Они, в принципе, подходят для проживания. Это бывшая школа, детские садики, библиотеки в сельских населенных пунктах. Мы прекрасно знаем, как они выглядят внутри. И иногда покупатели обходятся минимальными затратами на ремонтные работы. Плюсов действительно много. И все-таки о обязанностях, которые получает вместе с новым объектом покупатель, забывать не стоит. Спасибо большое за это интервью. Успехов в делах. И до встречи в эфире. Спасибо большое. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова